Петься о церкви впервые. Вот, это не себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Итак. Аллилуйя. Аллилуйя. Расскажу вам еще одну историю. В Америке я одно время был пастырем церкви. И у меня был один пожилой мужчина, который был учителем, и он стал моим близким другом. Он 10 лет работал в миссии Билли Грэма, и он был таким великим воином. И он вернулся, уехал на север снова. И однажды в один день позвонила его супруга и сказала, машина врезалась в его машину. И они не ожидают, что он вообще выживет. В то время мой наставник еще был жив. И мы встретились и молились. И спрашивали Господа, что же произойдет с этим человеком. Мы не стали говорить, о Господь, исцели его. Во-первых, мы помолились, Господь, какова Твоя воля, что Ты хочешь сделать с этим человеком? Он твой слуга, Он твой муж, Он твой слуга. Что Ты хочешь сделать с ним? И после одного часа молитвы, Господь сказал, я исцелю его. Все врачи сказали, нет шансов. Моя жена и я, мы поехали к нему туда. Это было в Вашингтоне, округ Колумбия. Это было 8 часов езды для нас на машине. И я сказал супруге этого человека, Господь собирается исцелить его. И если бы вы увидели тогда этого человека, он был на инвалидном кресле, он был перекошен и сидел, и полностью не владел своим телом. И я провозгласил несколько мест Писаний над ним. И говорю, Господь собирается исцелить тебя. Медсестра пришла и сказала, вы должны покинуть помещение, у нас время обеда, мы должны накормить людей. Я сказал, хорошо. И мы взяли супругу этого брата и пошли пообедать, перекусить с моей женой. И она говорит, я не вижу этого. Я не верю в это. Как это может произойти? Я сказал, только потому, что Господь это сказал. Мы перекусили, вернулись, входим в комнату, а человека нет, мужчины нет. И они подумали, что он умер. Его звали Рос. И мы такие, где Рос? Мы кинулись к медсестре. Где Рос? После того, как вы ушли, он вскочил со своего инвалидного креста. И он ушел в холл. И он заходил в каждую комнату. И задавал один вопрос, знаешь ли ты Иисуса? Он проповедовал. Евангелие. Это было сильно. Все увидели это. Медсестры. Все в больнице увидели. Доктора. И они знали, что это невозможно. Но с Господом абсолютно все возможно. Есть несколько мест Писаний, которые вы обязаны иметь внутри вас. Не в голове. Но в сердце. В сердце. Вы можете иметь их в своем разуме, но вы обязаны их иметь в своем сердце. Дух Святой внутри, вот там, где ваша сущность. Потому что, когда что-то происходит, вы хотите услышать от Духа Святого. Я всегда говорю людям, хотите слышать Бога? Он вот тут находится, от вашего пупка до вашего горла. Он не в голове. Здесь мысли туда-сюда, поезда, на вход и на выход. Хорошие мысли, плохие мысли. Любые мысли. И не все о Иисусе. Хотите услышать Бога? Он в вашем сердце. Он говорит здесь, в вашу внутренность. И вы должны успокоиться, в тишине быть, поэтому вам надо ждать. Когда вы начинаете ходатайство, вы начинаете с молитвы. И все начинает приходить вам на разум. Надо сделать это, надо еще сделать это. А потом еще вот это не надо не забыть сделать. И за пять минут вы истощены. Потому что ваш разум просто бурлит мыслями. Он взрывается. Вам надо оставить это все. Иногда, когда мысли приходят, во время молитвы, я их просто записываю. До тех пор записываю, о чем я думаю, пока я не перестаю думать ни о чем. И тогда я готов слышать и ожидать Иисуса. Да, я не хочу забыть что-то важное, поэтому я все записываю. Но разум просто играет в игры с вами. Это то, где враг пытается прислать свою тьму. Или страх. Или мысль посылает вам. Или разрушение приносит. Он любит разрушать. Аминь? Это первое, что надо делать. Это наша проблема. Второе, следующее, с чем мы сталкиваемся, когда мы продвигаемся по направлению к Богу. Из-за того, что я путешествую много и езжу в разные страны и нации посещаю, я слишком часто имею общение с разными духами, как вам сказать, по всему миру. Я чувствую разных духов, разных территорий. Да, международные. Я уверен, что принципиально в этом городе. В этом городе. И спрашивают, почему я здесь? Почему он сюда приехал? Потому что они распознают, что есть власть. И духи знают, и они понимают, о, что ты делаешь? Что ты сюда приехал? До того, как я иногда приезжаю, у меня бывают много разных атак. И я думаю, ага, хорошо. Спасибо, что дали о себе знать. Аминь. Аллилуйя. Потому что я знаю своего Бога. И я знаю, что несмотря на то, что там находятся, какие там духи, у нас есть победа. Сила над дьяволом взять силу, это никогда не стоял вопрос для Иисуса. Никогда не было проблемой. Никогда не было. Никогда не будет. Аминь. Когда Сатана был в небесе, и он сказал, о, я буду как Бог. И когда Сатана еще был на небесах и сказал, о, я хочу быть как Бог, я буду как Бог. Он упал. Он был свержен. Почему? Потому что вся сила принадлежит Господу. И в псалмах, в одном псалме там даже дважды написано, что вся власть, вся сила у Господа. Всегда он имеет власть, свою силу, всегда. Итак, земля была отдана человеку. И человек отдал власть, отдал силу. Иисус пришел и забрал власть и силу над землей опять снова. Это не был вопрос небес. На небесах как была вся власть у Бога, так и есть. Вопрос решался только с землей. Он всегда в контроле всех ситуаций и всегда был и будет. Но землю он отдал человекам. А человек отдал власть над землей. Иисус пришел и забрал эту власть обратно. Аллилуйя! Аминь! Итак, сейчас мы учимся владычествовать, учимся власти. И он сказал, я дам вам свое имя. И то, что вы будете связывать здесь на земле, то уже связано на небесах. А то, что вы высвободите, будет высвобождено на небе. Аллилуйя! И он сказал, это будет происходить, пока враг не окажется под вашими ногами. Мы всегда захватываем землю. Мы всегда ее отбираем у дьявола. Территории. И это стратегическая работа. Поэтому нам нужен Дух Святой. Потому что Он знает. Аминь! У Него есть сила. Он тот, кто знает все. Вот почему мы хотим и должны быть исполнены Духом Святым. Аминь! Мы идем как консулы, как посланники. Как представители нас послали. Мы посланы Иисусом. И вы должны знать это, вы должны иметь это в вашем сердце, что вас послал Иисус. Я здесь, потому что Бог меня сюда привел. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Делать Его волю, вершить Его волю, делать Его дела и являть, представлять Его. Когда мы тренировали лидеров в Индии, студентов учили. И там были индусы, которые исповедовали хинди. Они очень жестокие, грубые. И каждый день, абсолютно каждый день, они кричали нам, вас сегодня убьют, вы сегодня будете убиты. Это стало просто ежедневной рутиной. Они постоянно угрожали нам. Сегодня твой последний день, ты умрешь сегодня. Ты покойник. Мы придем и убьем тебя сегодня. И мы реагировали на это так, только если Бог тебе позволит. и мы просто отшивали их. не можешь приходить и говорить, что ты хочешь. Если происходит такое давление сильное, ты умножаешься, ты распространяешься больше. Везде, где есть давление, поймите, там будет больше Бога. если вы выжмете меня, очень сильно вот так выжмете, что вылезет наружу? Если вы полны Иисуса, тогда наружу выйдет Иисус. Если вы положите виноград в водовильню, вы получите вино. вы увидите Иисуса, если вы им наполнены. Аллилуйя. Мой последний приезд в Индию, мы были в Бомбее, и мы им риот. И риот. Ты знаешь, риот? Это в Библии. Риот. Это когда многие люди делают это в Франции сейчас. Они риот, они throw things. Риот. Может, вы должны посмотреть. Риот. Р-и-д- Р-о-и- Т. Риот. Они там что-то происходит. Когда бунты выходят типа митингов, когда выходят и бросают при этом, кидаются палками, камнями митингующие. Как во Франции сейчас происходит, французы выходят и они протестуют и бросаются камнями, палками. Майдан. И вот тысяча людей вышло нам против в нас. А нас четверо было. И они мы вас убьем. Мы сели в джип, в машину, и они начали поднимать джип. И мы вышли из джипа, я сказал, выходите все, и мы начали идти. Все молились на языках и просили Духа Святого. Было две женщины, один брат и я. И мы идем одну милю. И вокруг нас сотни и сотни людей. И они кулаком пытаются заехать мне в лицо, но никакого прикосновения ко мне. Я молюсь на языках, я иду к ним навстречу, и они все расходятся. Мы продолжаем идти, и мы прошли одну милю, потом повернули, еще одну милю прошли. И мы пришли в то место, где мы должны были быть, и все остановились. Они просто все остановились, а мы продолжали идти. Мы развернулись посмотреть, а они даже не смотрят на нас. И эти люди, которые были со мной, они спросили, а что происходит? Я говорю, ангелы стоят, целая линия ангелов. Никто из них не мог пройти, и они стали разговаривать между собой, но никто не смог пройти за этот барьер ангелов. Это было так сильно. И пастыря увидели это. Они были удивлены, спрашивали, что происходит. Эти пастыря индусы, они говорят, мы честно уже думали, что вы покойники. Я говорю, что они говорили о нас? Что они говорили? они хотели узнать, на каком языке этот большой парень говорит. Они хотели узнать твой язык. Божий язык. Он могуществен, когда на языках. Очень много раз, когда я посещаю страны третьего мира. И я приезжаю, общаюсь с людьми, разговариваю с ними. И они смотрят поверх моей головы. И я повернулся и думаю, да и я посмотрю, на что они смотрят. Они снова переводят на меня взгляд, а потом все равно смотрят поверх головы. Я говорю, что вы смотрите? И это случалось со мной во многих странах. И я в итоге уже говорю, Господь, что это? Потому что это очень странно. Может, с моей головой все в порядке? На что вы смотрите там? А Бог говорит, я показываю им твоих ангелов. У тебя всегда ангелы с тобой. они думают, что это ты, вот ты такой большой из-за этого, но эти ангелы делают тебя еще больше. И эти люди часто спрашивают меня, насколько ты большой? Я говорю, да нет, я маленький. он не говорит, нет, ты по-настоящему огромный. Я говорю, не, 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 я очень маленький. Помните, Павел говорит, я меньший в царстве, но мой Бог, он велик. Он велик. Он так велик. Аминь? Мой брат Иисус очень велик, очень силен. Не может быть побежден. Аллилуйя. И это того, кого мы имеем. Окей. Это ваша молитва. Вот такова. Это тот, кого вы высвобождаете. Вы высвобождаете Иисуса. Это не то, что мы собираемся сделать. Мы ничего не можем с вами сделать. Но это то, что Иисус собирается делать. Люди спрашивают, что ты собираешься сделать? Вот у тебя такая ситуация. Я говорю, я ничего не буду делать. Все вопрос в том, что он собирается делать. Вам не надо беспокоиться обо мне. Думайте о нем, он грядет. Потому что я буду являть и высвобождать его. Я говорю, Господь, твое царство да придет, твоя воля да будет, ты разбирайся с этим, ты заботься об этом. Знаете, что случалось в Индии, такие взрывы? Нет, когда пожары были и убили много людей. в Индии каждые 12 лет они идут в священную реку и омывают себя. И мы приехали в это место до того, как они все явились и мы ходили там по земле и мы молились 10 дней 500 человек мы повсюду там ходили. они ожидали, что в этот год приедет 33 миллиона паломников туда. Мы провозглашали Иисуса Господом на том месте и мы обходили все то место. Не будет этого в этом году. Это остановится в этом году. Мы молились и уехали. на следующей неделе они пытались попасть туда. Не 30 миллионов. 12 миллионов. Но вода, в которой они собирались омываться, она просто испарилась. Не было воды. Не могли они войти в воду помыться, реки не стало. Они начали драться друг с другом. Они начали убивать друг друга в этом месте паломничества. Это была страшнейшая катастрофа. Это была там и газеты писали, мы не знаем, что происходит. Но в этом году не сработало их паломничество. Это было хуже. Это должно было быть для них самым лучшим годом, но стало самым худшим. Мы шли туда через ходатайство. И оно работало. Везде, где вы ступите ногой, вы овладеваете этой территорией. И вы говорите, это моя земля. Где вы поставите свою ногу? Там, где вы будете молиться, где вы будете высвобождать это ходатайство. Там ваше наследие. Вы получите землю в наследие, которая была не вашей. Не язычников, а других племен. Она будет вашей. Вы захватываете землю. Вы захватываете жизни для Иисуса, чтобы они познали Христа. Аллилуйя! Я люблю Дух Святой. Он будет говорить вам, показывать вещи. Он покажет вам вещи. Он будет хранить вас живыми, чтобы вы были свидетелями. Аллилуйя! Аллилуйя! Я учила об этом на севере Индии, и была одна женщина, она пришла ко мне. И она задала вопрос, помнишь ли ты, когда у нас был взрыв газа? Она говорит, я была там, в том месте. тысячи людей погибли. Это было в 1980-х. И она сказала, я и мои дети выжили. Потому что в то утро Дух Святой сказал, возьми детей, ляжь на пол. Не вставай, пока я не скажу тебе встать. И когда произошел взрыв, и газ вышел, и когда газ испаряется, если ты вдохнешь, ты мертвый. Но он спустился везде, только на такое расстояние, и они, лежав на полу, не задохнулись. И они лежали на полу. И когда газ ушел, испарился, Дух Святой сказал, вставай. и они встали. А все мертвы. Потому что все бегали вокруг. Но она услышала от Господа, от Духа Святого, ляжь на землю. И она сказала, я жива, потому что Дух Святой показал мне это. Вы никогда не знаете, что может случиться. когда Дух Святой говорит вам что-то, вам необходимо доверять Ему. Он знает больше, чем мы с вами знаем. И Он всегда будет знать больше, чем мы знаем. Он всегда будет показывать вам, что Отец говорит. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. И церковь сегодня, и общины сегодня могут делать большую работу и более славную работу, чем Иисус делал на земле. Не потому, что мы более великие, чем Иисус, но сейчас Он просто может размножить себя, из-за Духа Святого. Аллилуйя. Он сказал, «Я пошлю вам Святого Духа». И Он покажет вам. И Он будет вести вас, направлять и учить. Он будет направлять вас. Он будет снаряжать силой вас. Он будет показывать вам вещи, которые грядут. Он ваш друг. Ух. Он ваш утешитель. Он ваш все во всем. Он все для вас. Насколько много мы его жаждем и хотим его. Если мы хотим быть исполнены им, тогда он может совершить всю работу через нас. это очень просто. Но с другой стороны это также сложно. Если вы начнете делать это, первая проблема, с которой я столкнулся, была моя семья. Когда я был в наркоманском притоне, и я покаялся, я сказал, хорошо, Иисус, я отдаю тебе всю свою жизнь. И я по-настоящему это сделал. Я осознавал, что я делаю. И если бы Иисус сказал, иди сюда, я бы шел туда. Это для меня не был вопрос. Я вернулся домой. Я не жил с семьей, не видел семью много лет. И они знали, что я умирал от наркотиков. И первый год, как я вернулся домой, я вошел в дом моего отца и зазвонил телефон. И отец говорит, тебя к телефону. кто знал, что я вернулся? Только ты, Господь, знаешь это. Ты моя семья. Никто больше не знал. И это была полиция. И я подумал, о, боже, неужели я что-то плохое сделал? И сейчас они приедут и повяжут меня. это шериф, самый главный человек в полиции в этом городе. Он говорит, он хочет с тобой поговорить. И он сказал, я слышал, что ты вернулся в город, я слышал, что ты покаялся и принял Христа. Приди, мне нужна твоя помощь здесь в тюрьме. И это был день Рождества. Я не видел семью годами. И мой отец спросил, что, что ты собираешься сделать? И я сказал, отец небесный хочет, чтобы я пошел в тюрьму, там помощь моя нужна. И мой отец схватил свой тяжелый кулак и попытался заехать мне в лицо и попал в холодильник. И он сказал, убирайся из моего дома. Ты не знаешь никакого Иисуса и никакой любви, убирайся. Это стоило мне. Потому что они не понимали. семья постоянно задавала вопрос, зачем ты это делаешь? Почему ты так поступаешь с нами? Мы вот тут сидим, ждем тебя на Рождество, а ты уходишь. А я ответил им, я только иду туда, куда Отец Небесный посылает меня. 25 лет моя семья иногда ездила со мной в мои поездки и наблюдали за мной. И задавались вопросом, почему ты ездишь? Зачем ты ездишь? И через 25 лет мой отец признал и сказал, да, Иисус тебя призвал. 25 лет я платил цену до того, как он сдался и сказал, я благословляю тебя как отец. Но 25 лет он ходил и ворчал, нет, это не то. это ранило. Это ранит ваше сердце. Это больно. Когда твоя семья тебе говорит, чем ты занимаешься, ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. У тебя нет любви. Почему у тебя нет любви к твоей родной семье? И это ранит ваше сердце. Но это часть страданий Христа. Это стоит вам. Потому что люди не всегда понимают, когда вы идете и что-то делаете со Христом. У них с этим проблемы. Аллилуйя! Итак, отец, его тело на земле был Иисус. Иисус являлся телом Отца здесь на земле. Тело Иисуса на земле тело Христа здесь на земле. Это вы верующие. Это мы. Аминь. Он глава. Он желает, чтобы что-то свершилось. И его тело, мы исполняем его волю. Отец сказал, у меня есть один план. У меня один сын. Мой единственный сын. И он мой план. Вы план Иисуса. Вы его план. Нет другого плана. Нет другого способа миру увидеть Господа. Нет другого плана. стратегии, как только чтобы церковь и община явила Иисуса миру. И вовлечь мир неверующих в его план. Дать им знать, что у нас есть путь к Господу. У меня есть что-то, что я могу дать тебе. У нас нет ни золота, ни серебра, но у нас есть что дать тебе. Это изменит вашу жизнь. У нас есть это сокровище в нас. Он сказал, я избрал тебя, и я поместил мое сокровище внутрь тебя, чтобы ты шел и раздавал мое сокровище, чтобы они могли вкусить меня, чтобы они могли увидеть меня. Я поместил это в тебя, в эти сосуды. И это высвобождается через молитву. Это происходит, когда мы молимся. Это происходит. Аллилуйя. Аллилуйя. Я посещал мое одно из самых любимых мест в Иерусалиме. И там был еврей, у которого я покупал ювелирные украшения. сын. И у него был маленький сын. Не маленький, 14 лет. И его звали Амир. И я начал дружбу с Амиром. И отец говорил, благослови его, благослови его. И этот маленький парень, он сказал своему отцу, когда я с этим человеком, мое сердце наполняется теплом. И я так себя хорошо чувствую. А все, что я делал, просто проявлял любовь к ним. И я молился. Бог, высвободи это. Аминь. А сейчас его мама уже хочет со мной познакомиться и встретиться. Все, что я делал, это молился, ходатайствовал и любил. Ходатайство и любовь. Бог сделает все остальное. И он совершит это. У него есть план, как спасать человека. Аминь. Ему только необходимы люди, через которых он мог бы работать. И это не помогает, когда мы просто снаряжены огромным количеством информации. Это не спасает нас. если вы будете знать все места Писания. Это не поможет вам. Вы должны знать Его. Если вы будете хотя бы знать Его. то когда я был молодым верующим, я ему молодого парня, и я ему рассказал все местописания, которые я только знал. Я знал, что он не спасен. И я начал говорить ему все местописания, которые я только помнил. и на следующий день я спросил людей, которые привели его ко мне, ну, как он, как он? А он был сельский парень, и он сказал вот что. Он сказал так, если у тебя есть лошадь, и если лошадь жаждет, она умирает с голоду просто, ты не можешь дать ему всю еду, весь овес за один раз, потому что он съест все и умрет от этого. И я понял, что я перестарался. Я сдался, сказал, хорошо, Иисус, я понял. Нам необходимо учиться. Это Христос вас, и вам надо верить. что он хочет спасти этих людей больше, чем вы хотите спасти этих людей. Он тот, кто умер вообще за них. Он отдал свою жизнь за них. И нет никакого пути, чтобы мы хотели их спасения больше, чем он. Это просто невозможно. мы должны доверять ему. Аминь. Учитесь от него, учитесь ходить с ним, учитесь останавливаться, учитесь молиться, учитесь принимать от него, у него все это есть. Учитесь слушать его, и у нас есть победа. И если из-за него, из-за того, что мы с ним, у нас есть победа, и у нас будет победа. Аминь. Я благословляю вас снова. Урок закончен.